В эфире новости нашего города с обзором главных событий к этому часу. Здравствуйте! Задержка рейса Ноябрьск-Москва. Сегодня пассажиры авиакомпании «Ямал» 5 часов ждали вылета в Золотоглаву. В чем причина такой заминки и почему пассажиры, которые хотели сдать билеты, не смогли получить деньги, знает моя коллега Ирина Акопян. Рейс номер 420 авиакомпании «Ямал» должен был оказаться в небе в 10 утра. В итоге лишь в 3 часа дня пассажиров пригласили на долгожданную посадку. Мы зашли, самолет был заведенный. Потом командир сказал о том, что нам необходимо выключить оборудование, обесточить самолет. 50 минут пассажиры сидели в самолете, после чего всех перевезли в здание аэровокзала. По словам очевидцев, больше всего в этой напряженной ситуации пугала неизвестность. В здание аэровокзала никто к нам не вышел официально, не собрал нас в группу и не объяснил, что происходит. Рейс задержан. На этот вопрос нашей редакции не ответили и в пресс-службе компании. О том, что произошла техническая неполадка, стало известно только из любительского видео. Пассажиры записали разговор с представителем «Ямала» в аэропорту. Пока борт чинили, людям дали воду, в обед горячее питание. Вот только желающим сдать билеты не возвращали деньги. Те, кто приобрел электронный билет и вовсе могут рассчитывать на возврат суммы лишь в течение месяца. Поэтому большая часть пассажиров ждала до последнего. Хотя многим после остановки в Москве нужно было отправляться дальше. И такие задержки рейсов без объяснения причин в авиакомпании не первый случай. Только в сентябре этого года самолеты-перевозчика не улетели вовремя из Москвы в Мурманск и из Салихарда в Москву. Ирина Копян, Александр Паханов, Ноябрьск, 24. У этого же авиаперевозчика сегодня возникли проблемы и с вертолетом. В Пуровском районе совершил вынужденную посадку Ми-8. Как сообщила пресс-служба окружного управления МЧС, на борту сработал датчик отказа гидросистемы. Пилот принял решение прервать полет. Повреждения не получили ни воздушное судно, ни экипаж. На борту находились три человека. К месту ЧП сразу же вылетели техники авиакомпании. Они решат вопрос по дальнейшей транспортировке членов экипажа и самого неисправного судна. Жители российских регионов больше не будут мерзнуть в ожидании начала отопительного сезона. Владимир Путин подписал постановление, согласно которому власти на местах смогут запускать котельные. Никогда положено, а как только это станет необходимо. Ранее закон предписывал ждать, пока среднесуточная температура воздуха не продержится на отметке не выше 8 градусов 5 дней подряд. В ряде регионов постановления президента начали выполнять незамедлительно. К примеру, батареи потеплели в Москве и области. Напомню, в ноябрьский отопительный сезон длится уже больше 20 дней. Он стартовал 1 сентября. Сначала тепло пудали в школы, а затем и в жилой фонд. Но Центр гигиены и эпидемиологии сегодня обнародовал данные по содержанию вредных веществ в атмосфере. Согласно результатам замеров, концентрация вредных веществ еще вчера, хоть и не превышала допустимых норм, но была на грани. Так, например, содержание диоксида серы колебалось в пределах 0,48 мг на кубометр воздуха. Норма по этому показателю 0,5. Напомню, смог в город принес ветер из Красноярского края. Там сейчас напряженная обстановка по пожарам в лесах. На Ямале сегодня гарью не пахнет. На вчерашний день превышений гигиенических нормативов выявлено не было. Показатели были в пределах допустимой нормы, но ближе к границе нормы все-таки. Могу сказать, что это не только сам дым был. Просто, если вы заметили, у нас утром есть туман. Можно сказать, что так как высокая влажность в данный момент и теплая погода, то это также способствует концентрированию и дает эффект задымления. Ушла и не вернулась. В Ноябрьске разыскивают 15-летнюю Надежду Романюк. Девушка ушла из дома еще в понедельник, 19 сентября, и до сих пор не вернулась. Была одета в черную куртку, черные джинсы и кроссовки, а рост около метра 55, волосы светлые ниже плеч. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят обращаться в ОМВД города по телефонам 318 010, 318 049 или 02. В Ноябрьске зарегистрирован очередной факт мошенничества посредством сети интернет. Несмотря на активную информационную кампанию, которую регулярно ведут полицейские, доверчивые люди продолжают попадаться на уловки мошенников. Так, 19 сентября в полицию обратился один из жителей города. Еще в августе мужчина нашел на сайте объявление о продаже запчастей на авто. По телефону он оформил заказ, продавец к тому же потребовал оплатить ей транспортные расходы. В общей сложности получилось 55 тысяч рублей, которые покупатель перевел на банковскую карту. Собственно, заказ в назначенное время так и не поступило. На указанный в объявлении номер телефона больше никто не отвечает. Сейчас по данному факту проводится проверка. В «Газпромнефть» на Ябрьскнефтегазе обсудили единый подход по внедрению стандарта безопасности дорожного движения. Его главная цель – предотвратить дорожно-транспортные происшествия на производстве. Новый стандарт совершенствует требования, которые существовали до этого. Особый акцент сделан на профессионализме водителей, техническом состоянии транспорта и контроле за дорожной инфраструктурой. Участие в обсуждении приняли представители «Газпромнефти», дочерних предприятий компании и подрядных организаций, которым и предстоит внедрять единый стандарт уже на местах. Компания ставит амбициозные цели. Цель ноль – по предотвращению травматизма, гибели сотрудников, дорожных транспортных происшествий. Это и является нашей целью. Цель ноль. Для этого мы все сегодня собрались для того, чтобы выработать данный подход. Молодые предприниматели «Ямала» приступили к финальному этапу конкурса «Бизнес-проектов». Победители смогут получить субсидию на воплощение своих идей в жизнь, ее размер – до миллиона рублей. За процессом сегодня следил весь регион. Финальный этап конкурса проходит в формате видеоконференц-связи. Изначально за призовые места боролись больше 90 человек, но до последнего этапа добрались только два десятка претендентов. На конкурс представлены проекты из всех муниципалитетов региона, а широка и география идей – от сельского хозяйства до детского досуга. Жюри определит победителей в ноябре, а церемония награждения пройдет в Новом Уренгое. Пенсионеры остаются в строю. В ноябрьске прошло торжественное собрание бывших сотрудников органов внутренних дел. Ветераны МВД подвели итоги работы за последний год, сделать успели немало. Они регулярно проводят различные акции, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, пишут книги, проводят беседы с молодыми полицейскими, участвуют в праздновании памятных дат и помогают друг другу в сложных ситуациях. Гостями встречи стали представитель губернатора в нашем городе Павел Доронин, руководитель окружной ветеранской организации ОВД Анатолий Горбаков. Они вручили членские удостоверения тем, кто недавно вступил в общественную организацию и отметили огромный вклад ноябрьских бывших полицейских в жизнь города. По округу мы начинали в 11-м году, в ноябре 11-го года я отсчитывался, всего лишь было 658 членов ветеранской организации по округу. То есть из 14 ветерансков на сегодняшний день 1700. Вот представьте. Хорошо, что наше ветеранское общество объединяет как раз таких вот энергичных людей, которые большую пользу приносят нашему городу, общаются в общественной жизни, занимаются патриотическим воспитанием молодежи и решают даже свои внутренние проблемы по взаимопомощи. Сегодня отмечается Международный день мира. Во многих странах и городах проходят символические акции. Не стало исключением и ноябрьск. Школы города на праздничных линейках провели акцию «Голубь мира». Сначала на уроках труда дети смастерили бумажные фигуры голубя с оливковой ветвью в клюве. Эти птицы издавна считались посланниками мира, а в военное время исправно несли службу в качестве связистов. Это была надежда, последняя надежда для людей, которые оставались беспомощные, может быть, без снарядов, без чего-либо другого. И они отпускали голубя для того, чтобы сообщить, и чтобы им пришла, привела вовремя помощь. Во время Великой Отечественной войны голубей было более сотни тысяч, которые выполняли свое задание. После выступления почетных гостей акция перешла к своей кульминации. В знак мира и добра школьники запустили в небо шары с голубями. Мы победим! Отмечу, что и сегодня каждый житель города может поддержать идею, присоединившись к акции «Формула мира». Для того, чтобы стать ее участником, нужно распечатать или нарисовать голубя, сфотографироваться с ним и выложить фотографию в сеть с хэштегом «Формула мира» и «Пис Формула». Молодежный центр «Ноябрьска» зазывает гостей. 24 сентября здесь пройдет день открытых дверей с мастер-классами и игровыми программами. В этом году досуговое учреждение отмечает юбилей. Альмаматор ноябрьской молодежи исполняется 25. В его стенах выросло уже не одно поколение творческих детей. Специалисты центра обучают их музыке, спортивным танцам, декоративно-прикладному творчеству, диджеингу и брейк-дансу. А в этом году открываются и новые направления. Подробнее расскажет Антон Морев. Летопись молодежного центра «Ноябрьска» начинается еще в 80-х годах прошлого столетия. Правда, тогда он был ничем иным, как спортивным залом СМУ-10. И только в 1991-м здание было передано в муниципальную собственность и получило название «Молодежный центр». Четверть века мы прожили и проживем еще дольше, я в этом уверена, потому что мы развиваемся, потому что мы востребованы в городе, потому что молодежь к нам идет. Мы работаем не только с молодежью, но и с другими категориями населения, и с более старшими, и с более младшими. Например, в этом году мы открываем такое направление нашего ноябрьского городского рок-клуба, как, например, школу для юных барабанщиков от 10 до 12 лет. Рок-клубы Ноябрьска почти столько же, сколько и молодежному центру, но одним целым они стали в 2001 году, когда Управление культуры выделило репетиционные помещения на базе досугового учреждения. С тех пор вокруг рок-клуба образовалось свое движение, так называемый «Круг четырехклубных формирований». Здесь начала делать музыку и продолжает ее играть, известная не только в Ноябрьске, но и во многих городах России группа «Сумерки». Пишут свои песни участники группы «Диадогма» и «Дальше шум». Здесь же разместилась студия барабанщиков «Митроном» и клуб «Живая музыка», где диджей и рэп-исполнители вместе создают новое субкультурное пространство. Музыку уже, в принципе, все слушают, все любят, а кто-то хочет научиться сам играть, кто-то хочет свои коллективы создавать. Объединение поинтересно, получается. Кто-то из группы уходит, кто-то другой приходит, да, они знакомятся, естественно, ну и выступают вместе. У нас сейчас идет набор, есть один мальчик, который 10 лет записался, никогда в жизни гитару, как говорится, в руках не держал, но будем что-то пытаться. Ну, ему хочется. Самое главное – желание научиться всему мужу. Для занятий музыкой в молодежном центре Ноябрьска есть все необходимое. Пользоваться можно всем абсолютно бесплатно. В то время как, к примеру, в Тюмени, час репетиций на подобной базе стоит в среднем 300 рублей. Мы собрали банду уже год назад. Нам нравится играть вместе, мы получаем вот это удовольствие. Это огромный плюс. Мало того, что бесплатно, здесь отличное оборудование. То есть такого оборудования больше нигде не найдешь. Здесь стоят комбики, все бесплатно, барабаны, микшер стоит. Ну, то есть хорошее очень оборудование, ничего не фонит. Помимо, как по мне, отличной возможности бесплатно играть музыку, учиться играть музыку, Ноябрьский рок-клуб предлагает еще одну уникальную возможность – эту музыку записывать. Притом, были примеры, когда песни, записанные здесь, звучали на городских радиостанциях. Ну, а после эту музыку можно будет исполнить на большой сцене с отличным освещением, качественным звуком. Ни одно крупное городское мероприятие не проходит без площадок молодежного центра. Скажем, в День города для ноябрьских ребят специалисты устроили настоящий праздник в детском парке. Теперь будущих артистов и микрофонных дел мастеров будут готовить в школе ведущих в новом направлении молодежного центра. Мы пройдем курс молодого бойца праздничного фронта. Мы будем учиться работать на сцене, изучим сцен, речь, актерское мастерство, будем заниматься какой-то пластикой. То есть мы это все будем изучать, потому что в этом году у нас колоссальное количество работы нам предстоит. У нас открытие новогодней елки в этом году. Все участники смогут принять участие в театрализации, проводить городские мероприятия, внутренние мероприятия. Продолжает свою работу и молодежный клуб своя цель. Главная его цель – подготовить смену компетентных вожатых. Готовых работать с детьми как в лагерях России, так и за рубежом. Как и в школе ведущих, здесь нет каких-либо ограничений. Главное – желание и ответственный подход к делу. Эта система практикуется у нас в ноябрьске, только второй сезон. Вообще у нас есть локальные школы вожатых Ямала, именно в Тюмени, Санкт-Петербурге, в Москве, которые работают по этой системе уже 4 года в среднем. И это работает, и мы это делаем, и поэтому мы расширяемся и пытаемся делать это наиболее качественно и профессионально. 25 лет – возраст молодости и в то же время – сознательности. Молодежный центр растет вместе со своими воспитанниками и вместе с ними меняется. Но есть и сложившиеся традиции. Так, 29 октября на базе молодежного центра уже в 15 раз пройдет межрегиональный музыкальный фестиваль «Рок-муравейник». А в ноябре, ко Дню матери, здесь устроит «Папа-фест». Антон Морев, Виталий Харченко, Анатолий Присич, Ноябрьск, 24. 26 октября в 19 часов на сцене Центра досуга «Нефтяник» выступит народный артист России, автор множества хитов, романтик нашего времени Игорь Николаев. Певец подарит публике настроение, согреет душу лиричными и романтическими композициями. Помимо хитов и шлягеров разных лет, зрители услышат песни из нового альбома «Певца», а также самая популярная композиция, написанная им для других артистов. Это песня для единственной на свете. Это песня для тебя, моя родная. Кстати, попасть на концерт можно и бесплатно. Телеканал «Ноябрьск-24» проводит розыгрыш пригласительных билетов. Для того, чтобы стать их обладателем, необходимо быть подписчиком официальной группы «Ноябрьск-24» в социальных сетях ВКонтакте или Однокласснике. Пользователям, набравшим наибольшее количество репостов, записи о розыгрыше со своей страницы, и будут вручены пригласительные билеты на двоих. Итоги мы подведем 21 октября. В «Ноябрьске» в эти выходные пройдет финал Кубка Ямала и Югры по трофе-рейду. Это соревнования по преодолению бездорожья на квадроциклах и внедорожниках. Площадкой для состязания станет лесополоса вблизи нашего города на участке в районе железнодорожного моста через реку Нангпех. Пройти ее предстоит 20 экипажам из Муравленка, Ноябрьска, Сургута, Нефтьюганска, Радужного Пытьяха. Организаторы подготовили для участников интересный маршрут с большим количеством контрольных точек и спецучастков. Пройдут соревнования 24 и 25 сентября, начало в 10 утра. Зрители, конечно, будут приезжать к нам. То есть в субботу, 24 числа, мы собираемся на объездной дороге рядом с железнодорожным мостом. Будут приходить зрители, участники. То есть лагерь у нас будет там. Сегодня православные отмечают один из главных праздников церковного календаря – Рождество Пресвятой Богородицы. С самого утра во всех храмах страны проходят торжественные богослужения. По преданию, именно в этот день родилась Мария из Назарета, та самая, которая была уготована особая роль в появлении на свет Мессии. Интересно, что отмечать праздник начали только в шестом веке нашей эры. Связано с ним и немало народных примет. К примеру, если утро на Рождество Богородицы дождливое, то и зима будет ранняя и очень холодная. Какой погода будет завтра, смотрите уже через пару минут. А у меня к этому часу все, всего доброго и до встречи в эфире.